Citroën не стал ходить вокруг да около и сразу показал фотографии нового поколения C4, хотя полноценная премьера семейства состоится только 30 июня. Благодаря снимкам мы знаем, что французы решили не делать обычную легковушку, а скрестили хэтчбэк и кроссовер. Также объявлено, что модель сразу выйдет и чисто в электрической версии. Еще одна новость касается подвески. Вместо резиновых демпферов использованы гидравлические ограничители хода сжатия. Других подробностей придется подождать пару недель. По словам российского офиса марки, у нас неплохие шансы на появление этой машины. Для корейской компании Sangyong наступают темные времена. Напомним, в начале 2011 года большую часть акций выкупил индийский концерн Mahindra, и долгое время все шло неплохо. Но сейчас марка показывает серьезные убытки, а поставки машин на экспорт сократились до минимума. Из России Sangyong окончательно ушел год назад, поэтому Mahindra планирует продать часть акций. А солидному клиенту индийцы готовы отдать компанию целиком. Впрочем, вероятен и другой расклад. Корейский актив малоинтересен кому бы то ни было, и скорее всего марка Sangyong вскоре прекратит свое существование. Тесла провела очередную модернизацию модели S, и теперь паспортный пробег на одной зарядке превысил 400 миль по американскому стандарту EPA. Тяговая батарея емкостью 100 кВт-часов осталась прежней. Зато S-ке достались облегченные каркасы сидений, корпус аккумулятора и элементы подвески. Все это взяли от младшей модели 3. Также нарастить дальнобойность помогли колеса со сниженным сопротивлением к качению и улучшенной аэродинамикой. Вдобавок доработаны электромоторы и редуктор. Плюс изменено управление рекуперацией. Вот так. С миру по нитке. Тесле на 400 миль пробега. В Америке без учета субсидий машина стоит 75 тысяч долларов. Остальные версии модели S, за исключением экстремально быстрый перформанс, уже давно исключены из гаммы. По большому счету, восьмилетнему ветерану электромобильного движения пора собираться на пенсию. Но, видимо, американская марка хочет вначале дождаться нового поколения аккумуляторов.